Всем привет, дорогие друзья! С вами Павел Георгиев и этот тур фирма и блог Георгиев Тревел. Сегодня я приехал в тропический парк Елунгбэй, чтобы вам показать эту тропическую красоту этого острова. Здесь концентрировано все. Здесь есть тропическая зелень, парк Орхидей, здесь есть стеклянный мост, а также веревочный мост, взаимной любви и понимания. Так что пойдемте вместе со мной, покажу, будет много интересного. На этой экскурсии много локаций, на которые можно попасть. Они, естественно, все платные, поэтому заранее подготовьтесь о том, какую хотите локацию посмотреть, ну или уже на месте, когда вы сюда приедете, с эксурсией самостоятельно, выберите их для себя. Парк очень большой, здесь очень много локаций, поэтому передвигаемся вот на таких шаттлах. Первая наша локация это долина Орхидей. Смотрите, сразу на входе в тропический парк есть вот такой городок детский, так что можно занять чем детей, ну, одной половине, например, сходить посмотреть, парк потом другому. Ну, в общем, потому что здесь детям тоже будет интересно. Наша первая локация это вот такая улица Орхидей. Здесь, на самом деле, они растут практически в воздухе, им не нужна никакая земля, в общем-то, да, потому что влажности достаточно. Есть, конечно, небольшие стаканчики, да, но видимость создается вот такой большой скинер Орхидей. Они разного цвета, от фиолетового, фиреневого, белого и так далее. Здесь целый такой коридор. Опять же, здесь еще есть интересный вот такой вот фонтан, который, конечно, создает эту влажность, и вообще это очень такой, как видите, красивый коридор. Это только наша первая локация, и сейчас мы подойдем как раз к тому месту, где сердца, где фотографируются молодожены. Вот оно. Мы с вами перемещаемся на следующую локацию по этому парку. Да, здесь, конечно, ступеньки, но как вы хотели, тропический парк. Следующая локация у нас это страусы. На них можно посмотреть, их можно покормить, и на них даже можно покататься. Вот, друзья, мы пришли на локацию как раз со страусами, их можно покормить, покататься. Мы сказали, пока не надо кататься, они уже накатались, скажем. Блогеры атаковали страусов. На самом деле, здесь можно еще посмотреть голубей, павлинов. На них вообще практически никто не обращает внимания. А они вот они, смотрите. Привет, как дела? Ну, на этом локация именно эта заканчивается. Сейчас мы пойдем в другую здесь, вот такой есть арочка. Такое место тоже для фотографий. В общем, кто любит сделать себе классные фотографии, вы точно найдете себе здесь это место, однозначно. Поднимаемся в гору, еще на одну обзорную площадку у тропического парка Ялонг-Бэй. Здесь небольшой горный серпантин, так что советую быть безопасными, ни руки, ни головы не высовывать из автобуса. Друзья, мы с вами приехали на еще одну локацию. Это стеклянный мост в тропическом парке Ялонг-Бэй. Сейчас мы пойдем, посмотрим его, посмотрим эти виды, что здесь открываются. Здесь, в принципе, есть уже карта, как это все выглядит. Вот можно взглянуть на схему, да, то есть мост протяженности, он, по-моему, 360 метров и более. Можно пойти погуляться, подняться там на обзорные площадки и увидеть, соответственно, всю бухту Ялонг-Бэй. Кстати, кто смотрел мое видео, напомню, вот здесь будет видно отели Горизонт, Манграфт-3, МГМ и так далее. То есть это вся бухта Ялонг-Бэй, а вот здесь, кстати, бухта Сани-Бэй. Немного надо прогуляться до стеклянного моста по деревянным лестницам и скоро мы будем уже на нем уходить. Сейчас, перед тем, как выйти на мост стеклянный, обязательно нужно надеть бахилы, такие тапочки, обязательно. Чтобы мост был чистый и реально можно было как-то насладиться всеми этими видами, начать все будут ходить в обуви, конечно, превратиться в ничто. Все готов, пойдем. Сейчас нам откроется вся бухта Ялонг-Бэй, как на ладони. Это большой стеклянный мост, где можно походить, посмотреть, он как раз висит на горе вот так, да, то есть можно смотреть как вперед, так и вниз. Сейчас посмотрим, насколько это страшно или наоборот это просто страшно, прекрасно. Ну вот уже здесь идем, уже здесь внизу уже ничего нет, уже немножко, да, такие ощущения. Да, людей здесь, конечно, очень много. Мост здесь сделан в такой форме круга, то есть мы сначала обходим, да, потом выходим на этот круг. И вот она, перед нами открывается, бухта Ялонг-Бэй. Здесь, кстати, очень интересный такой вид, давайте ближе подойдем посмотрим. Здесь на самом центре стеклянного моста можно как раз рассмотреть бухту Ялонг-Бэй. Вот она, открывается перед вами. Самая, наверное, красивая, самая такая с белым песком, с самым синим морем, как я обычно своим туристам это рассказываю. Ну и, соответственно, здесь уже можно понять, что где находится. Гуляюсь по стеклянному мосту, не забуду сказать, что я занимаюсь продажей и оформлением туров на остров Хайнань. Вы можете прямо сейчас под этим видео оставить свой лайк и, конечно же, свою заявку на тур. Там есть мой прямой WhatsApp, там есть наш сайт, где можно также оставить заявку. И вы можете с легкостью попасть в эту бухту. Изумаю, что мы бронируем круглый год, есть раннее бронирование, поэтому для того, чтобы попасть в эту бухту, в хороший отель и по хорошей цене, нужно это делать заранее. Начнем с левого края, здесь отель Нарада, соответственно, вот он, круглая крыша, это отель Universal. Далее у нас, соответственно, вот залив дракона, здесь отель Palace Resort. Соответственно, дальше у нас вот это идет центр, скажем, где вот такой шпиль, это центр бухты Йолунг Бэй. Вот здесь с правой стороны у нас отель, соответственно, Huayu Resort, Horizon. А дальше у нас идет отель Mangrove 3, MGM и так далее. Многие у нас на туристы говорят, что есть секретная бухта, там находится Тель-парк Хаят, и там же находится вот эта бухточка, это бухта Sunny Bay. Наверное, самая такая тихая, спокойная. Хотя в целом скажу, что вся бухта Йолунг Бэй очень хорошо подходит для такого спокойного, качественного отдыха, где вы реально получите полный релакс, а не просто будете ходить по магазинам, между кафе и так далее. Это реально бухта для отдыха, и такой классный вид только открывается с этого стеклянного места. Если честно, не очень страшно, хотя ты понимаешь, что под ногами огромная высота, но нет такого чувства сильного переживания. Не знаю, возможно, только у меня, а возможно, у вас будет, наоборот, больший страх. Но вообще вид отсюда, наверное, более привлекательный даже, чем, наверное, возможный страх, который ты смотришь вниз. Давайте продолжим нашу прогулку по этому стеклянному мосту, здесь реально все фотографируются. Я не представляю, что здесь будет на китайский Новый год, здесь, наверное, просто не будет места. Но в целом скажу вам, не страшно так, чуть-чуть неприятно, но, грубо, виды все-таки перекрывают вот этот страх. Пойдемте, еще пройдемся, там еще есть небольшая обзорная площадка, то есть мост, я говорил, длиной более 360 метров, так что есть куда прогуляться. В принципе, много разных локаций, кстати, вот это один из таких интересных отельчиков, вилл, в аутентичном стиле сделан. Если захотите, вот я про него как-то рассказывал, можно здесь остановиться, там будет тоже бассейн Infinity, здесь, то есть очень красивые виды открываются, так что рекомендую, если захотите, именно можете в этот отель попасть. А это как раз то место, где мост начинает трескаться, звук здесь все сейчас будет, так что смотрите, пока рыбки плавают. Это наши инстаграм-блогеры схватят этих ходов, все, видите, идем. На самом деле, как оказывается, здесь не только одна такая смотровая зона, площадка, а здесь очень много локаций, смотрите, можно для фотосессии, поэтому, я думаю, если вы сюда приедете, это экскурсия точно на весь день, потому что надо пофотографировать, единственное, приезжайте, конечно, наверное, пораньше утром, потому что сейчас солнце стоит высоко, и фотографии, конечно, уже немножко могут быть засвечены, потому что хочется делать вид на бухту, а не на лес, поэтому, наверное, все-таки лучше выбирать именно время, либо после обеда, либо до обеда. Вот мы с вами поднимаемся по лестнице, то есть здесь тоже, да, много кто фотографируется, сейчас вот с вами поднимемся, здесь, конечно, очередь. Опять же, наверное, Новый год здесь вообще не пополкнулся. Поднимаемся еще на одну локацию на стеклянном мосту, здесь еще одна обзорная площадка, здесь все время говорят, что осторожно, ступеньки, будьте аккуратны, наверное, да, действительно, когда здесь после дождя, видимо, наверное, действительно, надо еще быть более аккуратным, потому что стекло все-таки, ну, конечно, скользко, несмотря на тапочки, крутые, вот скользящие, защитные, думаю, все равно будет. Ну, вот мы с вами пришли на последнюю локацию, на которой тоже можно поделать фотографии, селфи, кстати, есть еще вон там одна локация, это когда при входе можно на нее подняться, ну, в общем, скажу честно, с любой локацией очень классный панорамный вид открывается, так, что, наверное, эти локации больше нужны не для другого ракурса, а для того, чтобы можно было больше людей разместить, чтобы они могли сделать свои классные фотографии, селфи. Ну, все там внизу, мы оставляем тапочки, выходим, то есть все, стеклянный мост нами изучен и идем дальше, то есть есть еще здесь не одна локация, так что посмотрим еще и другие локации. Друзья, мы вот и пришли в самое, наверное, центре сердца этого тропического парка, это статуя дракона. Почему дракона? Потому что бухта Ялунгбэй или Ялунвань, в дословный перевод, и есть залив дракона. Продолжение следует... У нас наступило время обеда, здесь, кстати, с этим проблем нет, есть всегда фудкорты в таких местах, поэтому можно смело покушать, начиная все от морепродуктов и заканчивая, конечно, фруктами, напитками и так далее, то есть все здесь есть. Собственно, мы сейчас идем в один из ресторанов тропического парка, что там будет, нам сказали, что будут какие-то там специальные блюда для нас, местные, традиционные, так что пойдем посмотрим. Вот так прогуливаюсь, от нас никак не отстает съемочная команда, Hello Sonja и различные телеканалы. Мы снимаем контент, блогеры снимают контент, они снимают нас, и это происходит повсеместно, как вы видите. Вот, так что это очень забавно. Кстати, здесь есть много магазинов не только с продуктами, но и, как видите, с различной сувениркой, барабаной, так это вообще очень часто где продаются. Ну, в общем, ландшафт интересный, везде как бы несколько пересекающаяся история, то есть вот в деревне Ли и Мяу, помните, мы были, тоже похожий примерно на тураж, ну, тропический лес, какие-то деревянные здания, в которых есть, ну, продают различные товары там и так далее. Ладно, продолжаем наш путь до обеда, точнее на обед, посмотрим, что нас будут кормить, я обязательно все вам покажу. Здесь, видимо, остатки военных самолетов, их вот так вот разукрасили, смотрите, выглядит достаточно интересно, да, то есть вроде как бы военная мощь и уже подржавела, сделали из них вот таких птиц-бабочек. Сейчас нас пригласили в театр. Обычные очки же. Да, обычные очки. И сейчас мы пойдем посмотрим какой-то фильм. Здесь, я так понимаю, кинотеатр 5D. Смотри, какой кинотеатр прикольный. Сейчас нам будет небольшое шоу. Посмотрим, как оно выглядит. Поступила команда пристегнуть ремни. Сейчас начнется шоу. Шоу начинается. Все затряслось. Затряслись сидушки. Причем нормально так. Мы сейчас полетаем, похоже, на немо. Кстати, классно сделали, да? То есть можно ходить ногами, можно побоять в таком шоу прям интерактивном. Вот, бля. Ощущение полета. Сейчас. Очень круто, кстати, сделали. Реальность. Реально сечения, бля. Такой реальный стеск. Это круто. Реально, как будто ходишь. И взлетаешь. Очень круто, очень круто. Очень круто, ребята. Просто огонь. Вау. Ощущения 100% передаются. Ветер, все. Вау. Круто вообще. Ребята, на 100% стоящее место. Мне кажется, даже можно по парку не ходить. Это просто вау эффект. Бля, я вам серьезно говорю. Трясет, качает, ударяет. Ветер дует. Просто мега. Так, обгон. Вау. Это просто огонь. Оу. Мы, кстати, путешествуем вместе с этим драконом. Потому что я лунбэ, я лунбань. И есть дракон. В переводе из китайского. Это за таком 5D еще и раз. Даже 7D, кстати, театр, а не 5D. Ты чувствуешь, даже как будто и ветки тебя ударяет. Очень круто. Очень круто. Просто кайф. Я не знаю, как это сделали. Ощущение просто 100% нереально. Можно стараться об этом говорить. Это так и есть. Такое ощущение, что можно прям потрогать. Я не знаю, как это сделать. Субтитры создавал DimaTorzok Я не знаю, как вам, видно или нет, нас просто еще холпатит, шатает, это просто, блин, очень круто. В центре земли, и опять. Забавно, да? Они вот как будто рядом, совсем рядом. Очень крутое шоу, прям обязательно сюда. Кстати, кинотеатр, в котором мы сейчас были, стоит 60 юаней, он не входит ни в какую там программу, если вы хотите в него попасть, сможете отдельно заплатить, но поверьте, это того стоит, прям у вас эмоции зарядитесь. Еще особенность этого фильма, что здесь показывают все места на острове, особенно в Елумбей, дракон летает вместе с вами, показывает вам и флору, и фауну, поэтому, ну, поверьте, это стоит того, стоит. Я как бы не просто сейчас рекламирую, мы маленько подустали, находились, да, и вот эта стряска, вот это шоу, оно достаточно прикольно расслабило и повеселило. Ну что, у нас начинается обед, мы пришли в ресторан тропического дождя, и сейчас здесь мы будем обедать. Вот нас любезно приглашает уже шеф-повар, сессия, окей, 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 окей. В этом ресторане здесь, скажем так, система шведский стол стоит 200 юаней за одну персону, ну и дети, собственно, как обычно, по росту идут, ну, в общем, где-то до 5 лет 50 юаней, а дальше уже как взрослый идет. Так что все, проходим, здесь уже многие располагаются, вот здесь красивый вид тоже на бухту открывается, так, нас уже провожают, окей, окей. Так, у нас видно какое-то специальное место, нигде все сидят, потому что у нас большая группа, поэтому нам специально выделили наше место со столиком, поэтому будем размещаться там. А, кстати, мы пришли здесь на второй этаж, здесь тоже вот он, пожалуйста, шведский стол, мы можем выбрать все, что угодно. Меню, я уже отсюда вижу разнообразное, как китайское, 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 сейчас посмотрим, если что-то европейское. Так, рис одного цвета, фрукты, овощи, ну, скажу честно, не такой богатый стол, мне кажется, возможно, там 2000 рублей, то есть 200 юаней, возможно, того не стоит. Поэтому, если вы бюджетный турист, экономный, наверное, не стоит тратить деньги, возможно, что-то с собой лучше взять сразу на эту экскурсию. Или где-то на улице, на каком-то фуд-корте, здесь их много, что-то купить, перекусить, однозначно. Ну, по мне, это должно стоить там 100 юаней. Ну, так как мы называете в тропическом лесу, в Ялумбэе, это премиальное все-таки место, бухту, сюда много приезжают, соответственно, гостей, туристов отдыхать. То есть, соответственно, цена вот такая. Друзья, ну, еще одна локация, это пагода, вот в таком традиционном китайском стиле. Здесь также можно пофотографироваться, можно на нее подняться наверх, оттуда также полюбоваться видами, соответственно, на бухту Ялумбэй. Что мы с вами, собственно, сейчас и сделаем. Конечно, людей здесь очень много, очень много, но мы как-нибудь проберемся. Здесь есть несколько обзорных площадок, вот на одну из них мы сейчас с вами выходим. Вот как раз отсюда открывается вид на всю бухту Ялумбэй, залив дракона, видим отсюда дракона. Здесь вот такой панорамный вид. Друзья, мы приехали на точку, которую я больше всего ждал от экскурсии. Это веревочный мост. Это огромный мост натянут, так, сейчас, секундочку. Канатный мост через реку дракона. Это огромный мост, он полностью из веревки. Просто посмотрите, это какой-то космос. Я давно хотел по нему пройтись и очень хотел. Канатный мост. Такому длинному веревочному мосту, ощущения прикольные уже начинаются. Я на самом деле больше всего хотел попасть именно на этот мост, а не на стеклянный. Потому что мне кажется, он гораздо аутентичней и гораздо на нем прикольнее. Сюда открывается просто фантастический вид. И здесь даже немножко страшнее, чем на стеклянном мосту. Так что обязательно сюда придите. Мы на самом деле старались попасть на этот мост. Он был очень перегружен китайцами. Все-таки нам это удалось. Так что пойдем вместе со мной посмотрим, что дальше. Очень прикольно. Здесь немножко страшно, даже, кстати, чьи-то шляпы валяются. Здесь есть фитерок. И на самом деле, когда здесь кто-то долго застаивается, люди начинают его качать, чтобы людям было страшно, а не шли. Кстати, не рекомендуется здесь руками за трос браться, потому что его часто смазывают там средолом, чтобы он не ржавел. Поэтому, если идете, лучше вот так вот держитесь, если что-то вдруг вам страшно стало. Так очень круто. Сейчас мы стоим, потому что большая очередь. У нас блогеров в том числе, которые снимают, фотографируют. Все шевелится. Забавно. Что продолжается наша прогулка по подвесному мосту, который весь шатается. Ну, реально, здесь экстрима больше, чем на стеклянном мосту этот 100%. Это прям классно. Вот здесь самой высокой точкой можно остановиться. Кто-то там из наших уже раскачивает этот мост. И ощущения, конечно, непередаваемые. Кстати, говорю, здесь видно ветерок, шляп, просто в море валяется внизу. Конечно, никто никто не забирает, если только обезьяны. Думаю, это самое подходящее место сделать резюме по этому парку, по тропическому парку Ялонг Бэй. Итак, что здесь находится? Здесь находится, соответственно, у нас сам тропический парк. Здесь находится стеклянный мост. Он, кстати, находится ближе всего. То есть, если вы не хотите далеко ехать, например, как в парк Иннадаге, тоже стеклянный мост, то сюда будет как бы не так долго ехать. Плюс здесь находится орхидеи. Такой, скажем, ландшафт, такой тоннель, да, сделан с орхидеями. Здесь очень много фотозон для свадебных фотосессий. Здесь как бы много, что для этого придумано. И в целом, как бы, очень красиво. То есть, классные пейзажи и так далее. Поэтому можете смело сюда приезжать. Экскурсия, в общем, стоит того. Именно для тех, кто вот как раз любит такие экологичные, скажем, программы, когда у вас, ну, глаз радуется там и так далее. Это, конечно, не экстремально несколько экскурсии. Это просто, ну, такое красивое место, где можно полюбоваться видами. Ну что, дорогие друзья, спасибо, что смотрели мой выпуск до конца. С вами был Павел Георгиев, компания Georgiev Travel. Не забудьте, что я занимаюсь продажей, оформлением туров на остров Хайнань. Это вы сделать можете очень просто. Ниже под этим видео есть мой прямой WhatsApp, а также ссылка на мой сайт. Пожалуйста, подпишитесь прямо сейчас на мой канал, чтобы не пропустить новые видео. И от вас лайк, а также комментарий. Ну все, дорогие друзья, увидимся в следующем видео. С вами был Павел Георгиев, компания Georgiev Travel. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok